В эфире Москва-Баку. Сегодня рассказываем о главных событиях дня. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией в стране. Ильхам Алиев отметил эффективность принятых мер в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, что, по его словам, позволило существенно снизить число зараженных. Сегодня Азербайджан – одна из ведущих стран мира по количеству тестов на душу населения. За короткое время мы увеличили количество наших лабораторий в пять раз. Новые лаборатории, которые будут приобретены в ближайшем будущем, позволят проводить гораздо больше тестов, сказал он. По словам азербайджанского лидера, в стране растет положительная динамика по числу выздоровевших от коронавируса, которая наблюдается 16 июля и дает основания утверждать, что все принятые меры являются своевременными. Ильхам Алиев также подчеркнул, что 46 больниц в Азербайджане обслуживают только пациентов с коронавирусом. При этом глава государства добавил, что в Азербайджане планируется строительство еще шести больниц модульного типа и увеличить их число до 16. В результате число койко-мест в них достигнет 3000. Также Ильхам Алиев дал указание выплатить в августе 190 монатов более 8000 рублей безработным и потерявшим работу из-за коронавирусной инфекции. Между тем президент на совещании коснулся и вопросов социально-экономического развития страны. Так, Ильхам Алиев считает необходимым предпринять шаги по либертализации экономики страны, а также в сфере приватизации провести широкомасштабные реформы, чтобы привлечь иностранных инвесторов. «Мы должны сами быть заинтересованы в этом и представлять бизнес-план местным и иностранным инвесторам, информировать о предприятиях и предлагать их приватизировать», – сказал глава государства. Президент Ильхам Алиев также поручил правительству подготовить новую систему управления государственными компаниями. По его словам, государственные компании тянут азербайджанскую экономику вниз. Цитата. Добавив, что соответствующие структуры уже подготовили пакет предложений. Глава государства поручил правительству в ближайшие дни представить необходимые документы, связанные с новой системой управления государственными компаниями. Сегодня стало известно, что семьям азербайджанских врачей, погибших от коронавирусной инфекции, будет выплачена единовременная компенсация. Также предусматривается выплата единовременной компенсации медработникам, временно потерявшим трудоспособность из-за COVID-19. Между тем, в Азербайджане выявлено еще 144 случаев заражения коронавирусом. 435 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба. Три пациента с коронавирусом скончались. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 33 247 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 29 275 человек вылечились. 479 скончались. В Армении правительство намерено продлить на месяц, введенный в стране из-за коронавируса, режим чрезвычайного положения. Пока режим действует до 12 августа. В стране зафиксировано 39 819 подтвержденных случаев коронавируса. Количество новых случаев за сутки возросло на 233. От COVID-19 накануне скончались два человека. За последние сутки в Грузии выявлено 9 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в Грузии к этому моменту составляет 1206. В COVID-центрах в данное время лечатся 240 пациентов. А всего с начала пандемии выздоровели 987. Показатель выздоровления в стране составляет более 81%. В 85 российских регионах за сутки выявили 5 267 больных COVID-19. Выздоровели 7 331 человек. 116 скончались. В Москве еще несколько месяцев сохранится масочный режим. Об этом сообщили в мэрии. Безвизовый режим на 90 дней для граждан Азербайджана и Турции вступит в силу с 13 августа 2020 года. Соглашение предусматривает увеличение с 30 до 90 дней срока взаимного безвизового режима для граждан двух стран. Соглашение о взаимном освобождении от виз между правительствами Азербайджана и Турции, подписанное в Баку 25 февраля 2020 года, вступит в силу с 13 августа 2020 года, сообщили в Государственной миграционной службе Азербайджана. Отметим, что 25 февраля текущего года в Баку при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Раджепа Тайпа и Эрдогана состоялось восьмое заседание Совета сотрудничества Турции-Азербайджан. По итогам заседания стороны подписали 14 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. При этом главы МИД Азербайджана и Турции подписали соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции о взаимном освобождении от виз. Российские и азербайджанские моряки застряли на судне в порту Суэца. Танкер Агдаш с российско-азербайджанским экипажем на борту вынужден находиться в порту Суэца почти 16 месяцев из-за отсутствия средств для дальнейшего плавания, рассказал инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина. Представитель федерации уточнила, что танкер той же турецкой судоходной группы «Палмалим» в Суэце находится в бедственном положении. Там российский капитан, российские моряки на борту тоже. Они тоже без воды и еды. Они застряли в Суэце. Тоже ищем адвокатам, заявила Ананьина, добавив, что судно не находится под арестом, остановилось в Суэце из-за отсутствия денег для дальнейшего передвижения. Инспектора Международной федерации транспортников в Новороссийске уточнила, что на борту судна Мнагдаш российско-азербайджанский экипаж находится до 16 месяцев. Долг перед экипажем 412 тысяч долларов, сказала она, уточнив, что среди 14 членов экипажа пятеро россиян, остальные граждане Азербайджана. В Азербайджане продолжаются совместные летно-тактические учения военно-воздушных сил Азербайджана и Турции. В практической части тренировок вертолеты, совершившие вылет с аэродрома в базирование, выполняют задания по различным эпизодам. Напомним, в Азербайджане 29 июля стартовали азербайджанно-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения. Учения с привлечением сухопутных войск прошли с 1 по 5 августа в Баку и Нахчеване, а учения с участием военной авиации с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчеване, Гендже, Кюрдамире и Евлахе. В Армении, как утверждают местные СМИ, по распоряжению нового 29-летнего директора службы национальной безопасности Аргиштим Керамяна началась охота на ведьм против так называемых российских шпионов внутри ведомства. По сообщениям в прессе, в центре внимания молодого директора службы якобы оказались те сотрудники, которые учились в ФСБ России. И есть подозрение, что они до сих пор сохранили связь с данной структурой. Утверждается, что новый глава СНБ Армении поручил провести служебное расследование в отношении некоторых из них и приказал убрать их из ведомства. Следует отметить, что господин Карамян хорошо известен в Армении своими антироссийскими настроениями. Видимо, поэтому подобное начало на новом посту молодого руководителя никого не удивило. Журналисты в подтверждение своих слов напомнили недавнюю кампанию нападок на действующую в Армении Южно-Кавказскую железную дорогу РЖД, организованную Государственной контрольной службой Армении. В тот период во главе этой службы стоял именно Аргишти Карамян. Напомним, что отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД. В частности, в 2018 году Следственный комитет Армении начал проверку деятельности кампании за 10 лет, проверяя эффективность инвестиций в 227 миллионов долларов. В кампании в ответ на это заявили об ангажированности следствия.